Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, то, что кабинет министров остался почти без изменений, для вас стало неожиданностью? Ну, я имею в виду, конечно, прежде всего, госпожу Скворцову, что она стала министром. Нет, ну почему неожиданностью? Ну, во-первых, я не люблю резких движений по жизни. И как раз на Скворцову, я знаю, что пишут, что говорят, все знаю. Но я всегда излагаю и говорю то, что я думаю, вне зависимости от того, что думают другие. Скворцова досталось здравоохранение, во-первых, в тяжелом состоянии. И, во-вторых, так недофинансировано, как ни при каком другом министре раньше. Финансовый блок снизил финансирование здравоохранения в России до 3,2% внутреннего продукта в рублях. Это в три раза меньше, чем в других странах, где здравоохранение более-менее такое. Там до 10% ВВП в евро и в долларах. И, конечно, в этих условиях сделать прекрасное здравоохранение сложно. Поэтому, когда мы откровенно говорили с руководством страны, мы сказали следующее. Вы хотите, чтобы здравоохранение в России было такое, как там? Ну, дайте хотя бы половину из того, что там есть. И я хочу сказать, что нас услышали. Я хотел бы здесь уточнить. Когда произносится, мы говорили с руководством страны, под мы подразумевается доктор Рошаль, а под руководством страны подразумевается Путин? Ну, если хотите, и так, но не только я. И говорили не только с ним. Поэтому я говорю, мы говорили. И вот тот поворот, который сегодня наметился в сторону улучшения финансирования здравоохранения, меня лично радует. 5% ВВП, если мы не сломаем до конца советскую систему здравоохранения, у нас будет нормально. И Скворцовой достался этот период. Это сложный очень период. Причем разрушение советского здравоохранения началось задолго до Скворцовой, прежними министрами здравоохранения. Это закрытие ФАПов, врачебных участков сельских, ну, до двух, до трех тысяч при прошлых министрах закрывалось. Скворцова как раз остановила это. И заставила вернуться к вопросу о здоровье всего населения в сложных условиях таких. И при Скворцовой число ФАПов, которые закрывались, они стали минимальными. А вот дорастать по стране, работа с губернаторами, заместителями губернатора по социальным вопросам, много с финансовыми группами позволило сейчас наращивать вот эти ФАПы и так далее. Что такое ФАПы? Это фельдшерский акушерский пункт, это село. Есть врачебные участки, есть ФАПы, есть фельдшерские пункты, ФАПа. И, естественно, в этих условиях сохранить или каким-то образом не дать разрушиться до конца российскому здравоохранению огромную роль, конечно, принадлежат и Министерству здравоохранения. Скворцовой в этих условиях было очень сложно. Но Скворцова, она доктор. Она доктор высокой квалификации. Она нейрореаниматолог. Вообще, это одно из самых сложных дисциплин нейрореаниматологи. Это после инсультов различных, когда есть нарушение деятельности коры головного мозга. И реанимировать таких больных надо иметь самому хорошую голову. Вот она вот и имеет. И она широкообразованный человек. С ней можно говорить на медицинские темы. А это очень важно, когда говорить с человеком, который понимает медицинские темы и может ставить акценты какие-то. Но она так небольшого роста, но она очень мощная. И кроме того, у нее в этих сложных условиях есть видение развития здравоохранения. Куда пойдем, куда мы придем, не только завтра проснемся, а через три года, через пять лет, через десять лет. Доволен ли я, что она осталась министром здравоохранения Скворцова? Да, я доволен. И перемены, конечно, будут. И будут в лучшую сторону. Я оптимист. Хорошо. Вы оптимист, но вы, по-моему, с пессимизмом прокомментировали назначение Голиковой на оппозицию вице-премьера, который будет курировать здравоохранение. Вы употребили термин осторожность, что вы с осторожностью воспринимаете это назначение. Вы очень внимательно читали, что я говорю. Я старался готовиться. Для кого не секрет, ведь Голикова была министром здравоохранения, и мы общались с ней и с ее окружением. Иногда, знаете, много негатива тогда было и не от Голиковой самой, а от ее окружения. Это ее окружение, которое руководило здравоохранением. Когда решения принимались кулуарным образом, без совета с профессиональными организациями, различные, я не буду их сейчас повторять. Я в свое время их изложил. Я не хочу остаток своей жизни посвящать мышиной возне. Для меня очень важен результат. Вы упомянули советскую систему здравоохранения, и я в этом контексте хотел бы задать вам тот же вопрос, который задавал Скворцовой. То, что на Кубе при Фидели Кастро была создана уникальная система здравоохранения, это миф или под этим утверждением что-то есть? Никакого мифа нет. Я был на Кубе. Я видел. Я видел бедность. Я был в министерстве здравоохранения Кубы, да, где хотелось бы сделать ремонт, например, да, какие-то вещи. Но вот эта направленность, они сделали свою систему здравоохранения, отличной от нас. Но, в принципе, уровень оказания помощи там достаточно высокий на Кубе. А как вы относитесь к тому, что мои коллеги-журналисты в разных проектах, и телевизионных, и интернет-проектах собирают деньги на операции детям? Я, во-первых, хочу сказать большое спасибо этим журналистам, которые собирают деньги. И, значит, не все у нас в России потеряно. И чувство сострадания, где-то просто вот так, понимают, что вот оказывают помощь. Это хорошо, это спасибо большое. Но это ужасно, с другой стороны, с точки зрения государства. И в собирании денег есть разные аспекты. Ну, а даже к нам, да не раз, поступали дети, и мы случайно в интернете увидели, что этим детям собирают какие-то люди деньги для лечения в нашей больнице, в нашей клинике, в нашем институте. И мы иногда раскручивали эти вопросы. Это какие-то проходимцы, да, без согласования, что вот здесь денег нет, мы лечим бесплатно. Да, в институт обращается 80 тысяч детей в год, да, и подавляющее число. Во-первых, не смотрят в карман и не подставляют в карман. А во-вторых, действительно лечим бесплатно. Трудно, сложно, да, трудно, сложно. Ну, такой у нас порядок. В целом в стране, конечно, есть отдельные больные, которых правильнее послать за рубеж. Где вот какая-то, это все же такое общество общее, что-то у них лучше, что-то у нас лучше. Вот за все годы существования института, причем тяжелые травмы, там различные чередно-глазовые, спинальные травмы, перитониты, у нас не было случая одного, что надо было направить куда-то. Наоборот, к нам из рубежа доставляли детей. Мы не направляли никуда. То есть уровень вот этого сектора достаточно хорошо развит. Какие-то иммунные тяжелые заболевания, да, может быть, есть, когда надо направить. А иногда направить очень стремятся родители, потому что считают, что там это лучше, чем здесь. Однажды в детской клинической больнице была мама, где у ребенка был свечек, да, который могли закрыть в десятки детских хирургических отделений страны. А она настаивала на том, что поставили за рубеж. Я официально написал, что нет необходимости в это. Она вот настаивала. Но все равно она туда уехала, за рубеж. Родители. В Минздраве есть специальная комиссия, которая внимательно смотрит. Если ребенка нужно отправлять, они поддерживают это и выделяют государственные деньги на отправку туда больных. Вы несколько раз в разных беседах упрекали журналистов в том, что их вина есть в том, что реноме профессии врача последние годы не в лучшем свете, если мы сравниваем с более ранним периодом. Вы считаете, что журналисты отчасти виновны в том, что профессия благородная, человека в белом халате, ассоциируется со скандалами, с мздоимством, с нечистоплотностью. Вы считаете, что только мы в этом виноваты? В отрасли все в порядке и ничего не происходит подобного? Конечно. Все журналисты негодяи. Без исключения. Врачи все, врачи все медики, все ангелы, такими с крылышками. Зачем вот так? Во-первых, мы никогда не говорили про всех журналистов. У меня друзья журналисты, хорошие, толковые ребята. Я люблю принципиальных, которые имеют свои точки зрения, не совпадающие с моей точки зрения. Ну и что? Убежденные. Я не про это говорю. Я говорю, что сегодня изменилась жизнь. И сегодня все врачи, медики, как под увеличительной лупой. Пришли новые технологии, пришел интернет. Можно, сидя в деревне под Благовещенском, недовольным, как тебя встретил доктор, вернуться домой, сесть к компьютеру и написать жалобу Путину, Медведеву, прокуратуру, следственные органы. Вы куда хотите, министерство здравоохранения, и создается такой шквал. Вот мы внимательно смотрим и анализируем. Понедельно всю информацию, которой негатив идет о врачах. Вот мы взяли здесь неделю последнюю. Было шесть случаев. Шесть. Конкретных случаев. Оно нашло отражение в шестидесяти с чем-то различных публикаций в средствах массовой информации, включая общероссийские каналы и общероссийские издания, серьезные. Причем есть, как вы же не будете согласны, если к вам придут, скажут, что вы жулик. Вы журналист, вы жулик. Смотри, какие аргументы будут. Во-первых, вам сами понимаете, что это не так. Во-вторых, в небезвоздушном пространстве живет человек. У него есть семья, у него есть жена, у него есть дети. И продвинутые. Есть родственник, есть знакомый. И как бы я пришел, и они бы читали газеты и говорили, что я жулик. Что я убийца в белом халате. Как так можно? Причем не доказано еще. Не после суда. А так, для Малинки, для того, чтобы опубликовали, да еще название статейки придумают так, что перевернется все напрочь. Вот я об этом говорю. Я уже говорил об этом вслух. И считаю, что следственные органы, и любые права органы, не имеют права давать средствам массовой информации информацию о каком-то деле, когда оно еще не доказано. Это сложный процесс. Ведь медицина, это не точная наука. Это не математика, где тоже есть теория бесконечности и всего. Это интеллект, это человеческие знания, это опыт, это интуиция. Иногда ставишь диагноз и спросили, почему ты поставил диагноз? Я скажу, что я не знаю. Вот есть какие-то мелочи. Мелочи в поведении, мелочи в мимике, как ребенок себя ведет. Ведь посмотрите, мы ставим диагноз взрослый, когда легче он может сказать, тут болит, там болит, и все болит. А если маленький ребеночек, новорожденный и больше, с ним общайся, он же не скажет тебе, где чего болит. И вот эта возможность диагностических сомнений или тактических каких-то ошибок, она велика. Мне очень важно, это осознанно сделано или это неосознанно сделано. Мы же не можем найти двух людей с одинаковой анатомией, с одинаковой физиологией, с одинаковыми вещами. Вот этот сосудик проходит так, а вот этот вот так, вот там, как это все сделаешь? Вот. И нет врачей, об этом я тоже говорю, что у которых опытных врачей, хороших врачей, которым памятники поставили, да? Который в жизни никогда бы не сомневался в диагнозе. Или когда бы не было какой-то диагностической ошибки, да? Или не было тактической ошибки, или технической какой-то вещи. И человек, конечно, что их сажать надо в тюрьму за это? И мы подходим еще ко второй составляющей этого всего процесса. Это финансовая составляющая. И мы закрывать на это вопрос не будем. Значит, существует группа юристов, как кровопийцы, которые живут на нашем теле. Дело доходит до того, что они выискивают родственников, больных, у которых были осложнения, или которых не стало. Приходят с ними, к ним, и договариваются, если это уголовное, да? На возмещение ущерба на миллионы. Вот был знаменитый случай с Миссюриной. Это доктор-гематолог, который приговорили к двум годам тюрьмы. Да? Вот я скажу откровенно. Вы думаете, им очень важно было ее посадить в тюрьму? То, что за скобками остается. 15 миллионов рублей. Два года тюрьмы и 15 миллионов. Для адвокатов, для родственников, для цивок, для возмещения вот этих самых всех потерь. Да он бесценен, этот человек, который ушел в жизни. Он не 15 миллионов, он стоит 100, 200, 300, 500 миллионов, я не знаю как. Но я просто, я приношу соблизнование того, что случилось с этим человеком. Но еще не знаю ни одного человека, у которого бы была на земле бесконечная жизнь. Это правда. Вы знаете, во второй части мы чуть меньше про медицину и чуть больше про доктора Рошаля поговорим. Про меня? Вам не надоело? Про доктора Рошаля никак не может надоест. Вы знаете, удивительное дело. Многие врачи говорят, что они никогда не стали бы делать операции и вообще работать со своими родными, близкими. А вы, я знаю, аппендицит у своего сына удаляли и, по-моему, брата родного оперировали. Было такое? Зачем вы так? Извините. У меня брат, ему было 30 лет. Я пришел ко мне, говорит, Леня, у меня что-то поясница болит. Ну, я говорю, радикулит, Витя, ты чего, все нормально? Да. Потом проходит неделю-две, дни болит. Я говорю, давай с ним их делаем. С ним их сделали, а диафрагму здесь. Опухоль, огромная опухоль поджелудочной железы. С прорастанием совсем. Я бы никак тогда работал. Говорят, он неоперабельный. Я говорю, нет, надо все равно. Манихи, это Московский областный институт. Нет, тоже. Московский областный институт, Муники. Прекрасные хирурги работали. И полостные, и таракальные, и все. И лучшие хирурги встали к столу. Я занимался детской хирургией. Я тоже, и таракальной хирургией тоже занимался. И звонят ко мне, говорят, Леня, мы ничего сделать не можем. Приходи. Я пришел. Я говорю, можно мне помыться? Да. Я с остервенением. Ну, и остановился. Потому что мог оставить на столе. Столько все приросло. Но его не стало. Потом год. химиотерапии, боли. Это ужасно. Это ужасно все. Да. А сына своего, действительно, я работал в Русаховской больнице, Святого Владимира сейчас. У него было подозрение на острый аппендиоцит. И был замечательный совершенно детский доктор Долецкий Станислав Яковлевич. Один из моих учителей. Я работал тогда там тоже. Да. И... Он говорит, ну что, надо оперировать. Я говорю, я знаю. Ну, пойдешь в операционную? Я, конечно, пойду. И мы пошли вместе с ними. Когда меня потом спрашивают, почему, я говорю следующим образом. Если я профессионал, и я понимаю, что я это умею делать, и делать неплохо, почему я не могу это сделать своему сыну? Такая операция тоже была. Про выбор профессии. Я помню, одна актриса, с которой вы познакомились, ей 14 лет было во время трагических событий на Дубровке, она потом в передаче «Временно доступен» задала вам вопрос. Поможет быть, в какой-нибудь другой передаче. С детства ли вы решили стать врачом или мечтали о том, чтобы стать космонавтом, летчиком? И вы тогда ответили, что вы в космос бы хотели полететь, а врачом решили стать в пятом классе. Уже вы писали в сочинении, что будете вырезать аппендициты. Вы серьезно подготовились к передаче. Я к чему это? Была такая подача насчет летчика. Я думал, что вы тут же расскажете, что у вас отец был военным летчиком, командиром дивизии. Вы не любите вспоминать о родителях по какой-то причине? Почему вы не рассказали про отца, что он летчик был у вас? Нет, он работал в авиации, он летчиком не был. Не был летчиком, пилотом не был. Он пилотом не был, он работал в авиации. Но командовал дивизией? Да, командовал. Значит, у него удивительная совершенно историю отца. Я горжусь. Я папой, я мамой. Он вообще потерял родителей, когда им было 3 года. Воспитывался в детских домах. Да? Был беспризорником на улице. Вот. Потом рос, рос, рос. Потом пошел работать на завод. Потом был призван в армию. Его человеком сделала армия. В армии. Он был удивительно энергичным, да, добрым. Всегда помогал очень многим. И многое сделал для авиации. И мы много хоруретели по стране. Я где-то 6 или 7 школ, наверное, поменял, пока учился. Вот. И он, он любил очень жизнь. Он любил играть в преферанс, бильярд, там, ходить на охоту, на рыбалку. Это он. Я противоположный человек. Я не люблю ничего из этого. Ни рыбалкой никто не ходил. Мама моя окончила РАПФАК, школа рабочей молодежи. Она, во-первых, красивая женщина была. Да, и она, удивительно, вот есть люди без образования, высокого, но удивительной внутренней интеллигентности. У них хороший очень был круг знакомый, такого, известный на всю страну, Грязодубова, Валентина Ивановна, летчик-испытатель, герой союза там. И она со всеми находила спокойный общий язык. Она такая замечательная совершенно человек. У меня чуть-чуть от мамы, чуть-чуть от папы. Как я стесняюсь про папу говорить. Вы что? Ну, меня просто в той конкретной ситуации это удивило. А вы, Евгения, в вашей внучке что-то видите от бабушки, от ее? То есть, от... Нет, вернее, уже получается, от прабабушки, от вашей мамы что-то находите в ней? Я вас должен расстроить, что я нахожу черты своей мамы в моей правнучке. У нее уже дочка родилась, да? Да, правнучке, два годика. Как назвали? Мия. Ну, такая золотка. Потрясающе. Ну, чувства, конечно, особые. Мой отец всегда говорил, Лень, ты не понимаешь, когда у меня сын родился, что такое любовь деда к внукам или внучкам и отца. Это, говорят, разные. Я это ощутил, когда у меня родился сын, и потом, когда родилась внучка. А когда правнучка, я, во-первых, не думал, что я доживу до этого времени, да? И вот в ней, я так про себя окружающим не говорю, но я вижу черты моей мамы. Да. Но она более энергичная, конечно, она как юла такая все время. Та поспокойнее. Красивая, спокойная женщина мама была. А то, что Сергей Леонидович, ваш сын, не пошел по вашим стопам, он ведь сперва стал врачом, вроде бы он был дерматологом, да, специализация у него была. Но потом отошел, да, от медицины, я правильно понимаю? Да. Ну, я, во-первых, я за всю жизнь ни разу его не ударил. Это первое. И, во-вторых, никогда не настаивал на чем-то конкретном. Пойди туда учиться, там или сюда не надо, и все. Я предоставил ему полную свободу выбора. И медицинский институт, он пошел не потому, что я ему сказал, иди в медицинский институт, а потому, что он сам захотел. И, мало того, мы жили под Москвой, и он нашел школу в Москве, где-то 8-9 класс, с медицинским уклоном, и пошел заниматься в эту школу. И поступил в институт, и окончил институт. Тоже второй? Да, тоже второй, тоже второй медицинский институт. Вот, и педиатрический факультет. Я стал специалистом, и потом что-то вот постепенно, постепенно, я почувствовал, что он охладевает к этой работе. Вот, он не меркантильный, но он сказал мне, и что, пап, я не очень хочу жить на зарплату, а от зарплаты до зарплаты. Я хочу, имеет право. Он очень хороший парень, он добрый парень, он разумный человек, он хороший отец, замечательный, он дед, бешеный совершенно, да ему уже 60 лет, моему сыну, вот было, на медне. Да, я горжусь, что у меня такой сын, его любят друзья, товарищи, он пакости в жизни не делает. Он живет так средне, не богатый и не бедный, он так вот в средней прослойке, и хорошая семья, доволен. А избранник вашей внучки тоже к медицине не имеет отношения? Нет, никого. И вас это не огорчает, что вы династию такую Рошали, прочебную, не выстроили? Нет. Достаточно одного доктора Рошали, вы считаете, да? Нет, нет, просто я никогда не ставил целью, чтобы у меня была династия. Такого, такой, такой цели не было. Ну, я скажу таким образом, что если бы жизнь повернулась по-другому, да, и он бы пошел по моим стопам, он приходил к нам в госпиталь, смотрел детских хирургов, я стал бы детским хирургом, и мы бы работали в одном коллективе с ним, да, я бы был доволен. Правда, при сегодняшнем времени мне бы сказали, знаешь, это семейственность, или ты, или он. Но такая-то глупость. Согласен. Такая, я не понимаю. Точно так же, как я не понимаю возрастной ценз. До 65 лет, и потом, да, до 70 только, и потом уходи. Не важно, сколько лет человека, важно, что он еще вообще что-нибудь соображает или нет, что он делает полезное, нет ли с ним. Если сказать серьезное, наиболее серьезные вещи, вот я лично, сделала с 65 до 85 лет. Про вас известно, что вы не пьете, курить в 50 лет начали, и лет 5 всего прокурили. Это вообще такая семейная традиция? Отец тоже был не пьющий вас? Нет, подальше, что семейная традиция в 50 лет начинает курить. Нет, воздерживаться, скажем так, семейной традиции. Я не знаю, у меня никогда в жизни потребности вот так напиться. Как же, медики все пьют, мне кажется. Вот я не люблю выобщение. У нас уже однажды было, в начале беседы, что все, все пьют. Не все, многие не пьют нормально. Когда говорят, вот перед операцией надо, чтобы руки не дожат. У меня так руки не дожат. А как вы с этим боретесь, чтобы руки не выражали? Никак. И у меня просто, с одной стороны, нет потребности, а с другой стороны, меня жизнь так заставила. Я всю жизнь занимаюсь неотложными состояниями. Хирургии новорожденных, неотложное состояние. Потом, у детей старшего возраста, неотложное состояние. Я все время занимаюсь неотложной хирургией в разных ее проявлениях. Я 20 лет отработал в Москве, в Московской области. В Мониках, когда надо, не знаешь когда, выехать надо, ехать там, куда-то туда-сюда. Да, и затем я очень много сам, бывает, за рулем. Всю Московскую область исколесил там и так далее. Да, и как-то я не понимаю, когда... Я вот, мы с вами говорим, я без прекрасства говорю. Я не знаю, что какой звонок раздастся через 30 минут, когда вы уйдете. Ну, жизнь такая, ну, что делать? Ну, и что же, пьяненький детский доктор придет, значит, начнет оперировать ребеночка, что ли, да? Или за руль? Вы чего? Нет. А с курением, да, у меня был такой эпизод жизни, что я начал курить в 50 лет. Очень сложно бросал, очень сложно. Это я бросил в конце концов курить, потом еще раз начал, потом бросил. Это бросил, это уже повторно лет 25 назад. Я 25 лет, сейчас уже не курю, но все равно хочу. Это огромная, надо силу воли, чтобы вот я понимаю, что если я сейчас возьму сигарету у вас, приходите, возьму, завтра будет опять две пачки в день. Это, это, это наркотик. Хоть говоря, это там что-то. Естественно, никотин, это наркотик. Естественно, и знаете, даже не, не просто сам никотин, вот есть такие нашлепки. А, никотин. Это хорошая вещь, там, разная, как, который никотин. Помогает. Но все равно вот рефлекс, вот в рот взять, что-то, там, вы думаете, электронные сигареты, все-таки чепуха. Курить можно бросить. Я это говорю. Я верю. И ничего плохого, ничего плохого в этом не будет. Удивительное дело, конечно, то, что вы за рулем, потому что все люди, в общем, вашего положения, вашего масштаба, они, конечно, обзаводятся водителем, потому что это удобно. Для вас, я насколько понимаю, вот ощущение скорости, это адреналин, да? Это вместо того, чтобы потреблять никотин, алкоголь, вы скорость потребляете? Нет, но вместе с тем я такой нормальный водитель. Не гоняете? Я не нормальный водитель. Не могу сказать, что я не гоняю. Не могу сказать. Я не Брежнев на этом самом, на Мерседесе, который по Москве гонял. Да, но если мне дать хорошую машину, мощную, да, и поставить ограничитель на, допустим, 60 км в час, сказать, вот, 100 км, проезжай, у меня через там 50-60 км будет инфаркт. Нормально, вот моя скорость какая-то такая вот, да, ну, это 110-120 км, я себя чувствую нормально в машине. Ну, я могу и меньше, а сейчас куда? Пробки там сплошные. Да, от не разгоняешься. А свою первую машину помните? Да, как же. Что это было? Я даже помню, как я ее покупал. А как вы ее покупали? Я докторскую диссертацию уже окончал, да? А жили мы, получили двухкомнатную квартирку маленькую в Люберцах, да? И это было в 70-е годы, только пошли Жигули, Жигули, это первые модели. Они стоили 5000, что-то такое, 500, смешно, и не 5500. Ну, зарплата это было сколько? 100, 120? Да. И пришли машины, разнарядки, в том числе вот спросили, вы хотите? Я говорю, очень. Ну, надо же жене как-то сказать. Я приехал и говорю, вот знаешь, там машины выделяют, давай купим. Да, на меня посмотрел, и ты говоришь, сумасшедший, да? Как мы купим? У нас ребенок, да? Мы живем так, до зарплаты, зарплаты, да? А если я одолжу деньги? Ну, вот одалживай. Полную уверенность, что я не сделаю. А надо было на следующий день. И когда я на следующий день побежал там по друзьям, товарищам, я собрал эти деньги в чемодане. Пришел, и такая комната, мебели мало, ковер. Я открыл чемодан и вывалил эти деньги. Говорю, вот, деньги на машину. Более несчастная есть, своя жена. Я не понимал, почему это. Да. Ну, она меня так и спасала машина много. Потому что по Волосковской области я ездил на скорых, да? Водители разные. Где-то раза два или три я разбивался, в кюветах там валялся, там и все, и с переломами различными. Потом я сказал себе, я свою жизнь доверяю себе. Я на все служебные вызовы, все по Московской области, я ездил только сам за рулем. В любое время. Да. И в Московской области нет ни одного хирургического отделения, где я бы не оперировал. На этой машине. Вы знаете, вот у меня ощущение такое, наблюдаю со стороны, что страна сейчас у нас... Помните, был такой термин при Горбачеве ускорение? Я не знаю, было ли тогда ускорение, но сейчас, мне кажется, что мы скорость набираем. Я не знаю, как мировая медицина, но Россия точно стоит на таких людях, как доктор Рошаль. Большое вам за это спасибо. Так быстро. Час прошло. И вам спасибо. 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 Редактор субтитровfoot. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова